здравствуйте в эфире телекомпании город программа 7 минут гостях у нас сегодня елена силкина директор по развитию антикафе биг бен здрасте лена расскажите об антикафе об этом направлении это же что-то новое в нашем городе чем вы занимаетесь чем заключается ваша работа но вообще антикафе это новый вид заведений такой который распространен уже по всему миру есть и в больших городах россии есть и уже на в областных центрах других у нас это действительно новое направление и многие совершенно не знают что это такое и что можно чем можно заняться в этом заведении название анти кафе она за себя уже говорит это но это говорит да но немножечко может быть это приставочка анти как-то настораживает вот и все равно люди приходят и спрашивают как чем можно заняться да и почему вроде как кафе приходят спрашивают поесть а у нас этого конечно нет этим и отличаемся от простых кафе то есть у нас можно потусить немножечко развлечься отдохнуть можно встречаться с друзьями можно приходить семьей поэтому есть чем заняться развлечься поиграть посмотреть фильмы культурное такое развлечение а вот насчет еды мы это исключили еду можно принести с собой или заказать сюда то есть здесь более свободный такой подход к этому делу выбор в общем есть да все зависит от клиентов до единственное у нас ограничение это у нас нельзя курить и нельзя распивать алкогольные напитки то есть не приносить собой не продаем вот поэтому здесь чисто культурное развлечение помимо того что там фильм посмотреть чем еще себя можно занять там потанцевать поиграть в какие-то игры ну конечно основное направление это игры игры настольные то есть мафия монополия активити шахматы нарды все что угодно можно играть вдвоем можно играть в десятером совершенно различный ассортимент вот есть значит игры на видео приставках это mortal kombat это фифа это разные стрелялочки гоночки бродилочки вот есть значит xbox и у нас с приставочкой кинект на которых можно играть в игры на движение то есть это буллинг вот какие-то передвижения попрыгать потанцевать повторить например какие-то элементы там по боксу элементы по танцам есть компьютеры на которых можно воспользоваться ими и выйти в интернет есть значит возможность поработать на них поиграть на видеоигры если вы не принесли с собой свой компьютер например сейчас многие со своим ходят то есть если вы пришли со своим ноутбуком там или планшетом вот вы можете там в свободной зоне вай фай и тоже выйти в интернет вот можно значит на большом экране с проектором посмотреть любые фильмы мы не устраиваем таких киносеансов пока глобальных да то есть для большой аудитории вот у нас они в свободном доступе то есть вы можете прийти в архиве у нас есть порядка сотни фильмов уже скачанных с интернета есть подборочка дисков вы можете запустить любой фильм посмотреть свой любимый можно детский фильм можно взрослые можно ужастики можно детективы можно мелодрамы можно мультфильмы все что угодно то есть все что вы любите можно пересмотреть старые фонды то есть старый фильм те же унесенный ветром служебные романы на экранах это смотрится вообще потрясающе то есть основная целевая аудитория молодежь ну конечно как молодежь воспринимает вот это все ну расскажите но вообще очень удивлены могут удивлены тем что можно культурно отдохнуть есть есть чем заняться и вообще дауде удивление это первое такое вот чувство которое я замечаю на лицах да то есть всем нравится вот разнообразие у нас есть еще мы внесли ну как дополнительное такое немножко направление в структуру антикафе потому что других такого нет мы сделали себе спортивный зал вот там поставили немного тренажеров там можно немножечко размяться можно в какие-то подвижные игры поиграть у нас проходит гимнастика каждый день с инструктором вот можно и физически и себя привести в норму ну и дополнительно немножко за дополнительную оплату у нас есть массажное кресло и солярий лен но вот помимо основной работы вот дополнительные какие-то мероприятия проводятся либо на базе антикафе либо вот может быть вы в частности чем-то занимаетесь но проходят конечно у нас проходят по выходным начали организовывать турниры по видеоиграм вот две недели назад у нас прошел турнир по mortal kombat вот было несколько участников все остались довольны получили щедрые призы на эти выходные у нас планируется турнира по фифа это по футболу тоже видеоигра тоже записывается гораздо больше народу чем на первое мероприятие танцы у нас вполне возможно и в свободном режиме то есть если компания пришла и хочет потанцевать вполне возможно включить свет музыку ему завести музыку и потанцевать то есть помещение несколько залов разграничено пространство поэтому можно одной компании где-то уединиться вот не мешая при этом остальным вот и можно также и прийти отдохнуть кому-то хочется побыть наедине наедине в тишине тоже есть уголки где можно и спрятаться ото всех сейчас вот например на конец мая мы планируем мероприятие это экспресс-свидание ну как то нет таких проектов знакомств кроме социальных сетей да да но социальные сети и сайты знакомств в интернете все таки таят в себе как правило много подводных камней да 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 но все таки как-то обманывает у нас народ и по разным параметрам а здесь уже все принципиально ясно то есть ты видишь кто перед тобой сидит как он реагирует на тебя видишь глаза оппонента вот принципы этого экспресс-свидания то есть участвует несколько молодых людей и девушек вот в равных количествах да то есть десять на человек например девушек 10 парней девушки сидят за столами молодые люди переходят от столика к знакомиться с девушкой на знакомство дается где-то 5-7 минут когда они оба познакомиться со всеми участниками выбирается симпатия то есть они голосуют друг за дружку у кого симпатии сошлись значит у нас есть пара то есть они получают свои определенные призы как правило это романтический ужин или у нас или в ресторане плюс там еще какие-то ценные подарки там например абонементы на посещение еще что вот но здесь мы еще пока не разрабатывали на этом мероприятии полный список подарков поэтому возможно все сейчас модно заниматься благотворительностью да какие тут такие занятия есть у вас мы познакомились с девушками которые содержат мини приют для больных кошек называется еще один шанс и у них сейчас на лечении несколько кошек которым требуется достаточно дорогостоящие операции и мы решили все таки собрать эти средства как-то привлечь людей к этому вопросу и достаточно активный народ откликнулся то есть понравилось мы собираем денежные средства отчисляем от нашего от нашей выручки значит в кассу приюта вот ну и плюс к этому люди приносят например какие-то вещи сувенирчики книги там картиночки какие-нибудь безделушечки такие вот красивые вот мы их распродаем по символической цене набрали уже так приличную сумму я так думаю что это приюту на определенное энное количество времени и кошек хватит да да то есть это им подспорье хорошая лена вы занимаетесь не только полезным и интересным делом но еще и добрым я желаю вам успехов чтобы у вас все получалось чтобы вы расширялись чтобы чтобы у вас клиенты всегда были скажем тогда чтобы молодежь к вам шла в общем все вам самого спасибо самого-самого это была программа 7 минут ну с вами скоро увидимся всего вам доброго у